Приветствую вас, Татьяна. Я думаю, что, если бы вы могли закончить все сейчас, если бы вы могли закончить ваши отношения, я думаю, что вы бы их закончили уже. А раз вы их не закончили, значит вы не можете это сделать. И вообще так говоря, это вполне нормально, что вы не можете завершить отношения, ну не можете закончить и отпустить. По ряду причин. Одна из самых таких главных и значимых причин заключается в том, что вы нуждаетесь в чем там, ну в отношениях. У вас есть потребность в них, потребность в мужчине, условно говоря. И именно благодаря ней, то есть благодаря подробности этой, вы соответственно и не можете завершить. Другой вопрос, в чем вы нуждаетесь, находясь в отношениях с человеком. С чем вы нуждаетесь конкретно, с чего вам не хватает без него. И почему вы пришли вообще, к отношениям на расстоянии. Ну в целом, почему пришли. Или, может быть лучше спросить, как вы пришли, к отношениям на расстоянии. Потому что, как правило, на расстоянии строят отношения люди, которые не могут выстраивать по той или иной причине отношения в реальной жизни. Вот, есть какой-то неудачный опыт, есть страхи какие-то и прочее, 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 прочее. Вот, в принципе, разобраться нужно в ваших чувствах, определиться с тем, на что направлены ваши чувства. Вот. И грамотно это реализовывать. Потому что, коль вы мужчину, например, любите и видите, что ему, что он будет счастливее без вас. Ну, это нужно принять. И жить своей жизнью. Дальше. Общаться с ним, делиться с ним, с тем, что с вами происходит. Но, жить дальше, чтобы он увиделось, чтобы вы не зациклены на нем. Потому что это может быть и такая бессознательная попытка вас подчинить. Вот. Не специально, нет. Не специально. Но, так он может быть. Поэтому очень важно показать, что вы решению мужчину уважаете. Что, ну, раз он хочет, ну, хочет, значит, хочет. Вот. А, вот, в принципе, так. Это то, что я могу вам сказать. Что-то могу вам ответить. Кроме того, ну, страсть. Была страсть, вся страсть прошла. Вот. На расстоянии, знаете, такие вещи заканчиваются быстрее. Потому что объект находится вне достигаемости. Вот. И, да, ну, действительно могли уйти честно. Ну, действительно могли исчезнуть честно. Особенно при условии, если мы с вами недостаточно общего. То есть, если вы общались, в основном, как мужчина и женщина. И интерес представляли для, ну, друг для друга. Только именно как представители своего гендера. Гендера. Вот. Так все это, да, все это нужно корректировать. На мой взгляд. Вне зависимости от того, какое будущее у вас. Потому что то, что вы спрашиваете, точнее даже то, как вы спрашиваете, свидетельствует о том, что вы не очень понимаете, чего вы хотите. Вы не очень отдаёте себе отчёт. Потому что ваш вопрос, вот вы спрашиваете, общаться с ним, как бы по-друге, там ничего не считать, да. А, давайте ещё раз повторим, что я забыл. А вот, просто общаться как есть, надеяться на то, что что-то вспыхнет. Знаете, чувства сами по себе не вспыхают. Они, если, ну, изменились, они изменились. Поэтому общаться просто так, да, надеяться на что, абсолютно не вариант. Так, получается, что вы общаетесь, в надежде на то, что что-то изменит. У вас есть ожидания. А что будет, если ожидания не оправдаются? Что в таком случае, что с вами произойдёт? Будете страдать. Ну, совершенно логично, что будете страдать. Поэтому не нужно. Если вам не хочется ничего делать для человека, если вам не хочется, ну, какую-то активность проявлять по отношению к мужчине, то и не надо в таком случае. Не надо. Не надо этого делать. Не надо. Ничего хорошего из этого не получится. Понимаете, да? О чём идет речь? Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.